Добрый день, добро пожаловать на канал Перевод Жив. И сегодня у нас с вами речь пойдет об использовании корпусов текстов для определения оптимальной сочетаемости. Раз, раз, перевод жив. Сегодня мы только начинаем разговор о корпусах текстов. Это на самом деле очень ценный и мощный инструмент, который помогает не только переводчикам, но и вообще лингвистам, лингвистам, филологам, изучающим иностранные языки, преподавателям иностранных языков, но о других аспектах речь пойдет в других видео. Сегодня же мы сосредоточимся на решении только одной конкретной задачи, хотя и довольно типичной для переводчиков. Сперва, наверное, надо сказать два слова о том, что такое корпус текстов. В принципе, если вас интересует этот вопрос, лучше набрать это в поисковике, и в интернете почитать об этом. Но если говорить предельно просто, то корпус текстов – это некий массив текстов, как правило, это фрагменты текстов, а не целые тексты, но это не принципиально, которые удобно обрабатывать и с которыми удобно делать какие-то манипуляции при помощи компьютера. И в этом отношении самый простой корпус текстов, который может быть, это, скажем, текстовый файл, открытый в редакторе, например, Microsoft Word. Если мы посмотрим на обычный текстовый файл, мы увидим, что мы можем воспользоваться инструментом статистики и, например, увидеть, сколько у нас здесь слов, знаков с пробелами, знаков без пробелов, абзацев, строк. Это очень простая примитивная статистика, зачастую полезная, но, тем не менее, это уже что-то. Кроме того, мы можем запустить какой-то простой поиск просто по количеству, по набору определенных символов и, например, найти все случаи, когда у нас встречается слово или фрагмент слова «он», состоящий из буквы «он», «о» и «н». Но, однако, как мы понимаем, это довольно примитивный функционал. У корпуса текстов функционал гораздо более обширный. Но для того, чтобы этого достичь, необходимо не только написать правильное программное обеспечение, необходимо, чтобы тексты в корпусе были представлены не в том виде, в котором они у нас есть в текстовом файле, а с дополнительной служебной информацией, которая называется «разметкой». Вот пример разметки, который может быть в корпусе текста. Как мы видим, здесь предложение «надо было либо вставать и уходить, либо вступиться за поругаемые яростным гостем ценности» и так далее. Вот те слова, которые входят в само предложение, те формы, которые употреблены в тексте, но помимо них мы видим, что здесь масса дополнительной информации. Например, указания на то, какой частью речи является то или иное слово. «Надо», «было», «либо» и так далее. Кроме того, мы видим, что есть информация об исходных формах. То есть, если у нас употребляется в тексте слово «поругаемые», то в разметке указано, что это восходит к форме «поругать». Если сказано в тексте слово «яростным», то здесь у нас указано, что исходная форма «яростный». Благодаря разметке по корпусу можно искать гораздо более интересными способами и получать гораздо более ценные сведения, чем просто, когда мы ищем что-то в вордовском файле. Корпуса люди могут составлять себе сами, например, при помощи нехитрых инструментов, например, составить из своих переводов на определенную тему свой собственный корпус. Также корпуса есть большие, которые в бесплатном или в платном доступе находятся, скажем, в интернете, и которыми пользуются все желающие. Мы сегодня поговорим о национальном корпусе русского языка, который должен быть знаком, наверное, любому переводчику, работающему с русским языком. Буквально два слова о том, что значит национальный. Если корпус называется национальным, то значит он стремится представить все разнообразие какого-то языка, независимо от стиля, жанра, времени создания текстов и так далее. Итак, что можно сделать? Какие задачи можно решить при помощи корпуса? Сочетаемость. Сочетаемость, как мы прекрасно с вами знаем, это то, что переводчик должен учитывать постоянно в процессе и устного, конечно, в первую очередь письменного перевода. Поскольку мы переводим не отдельные слова, подбирая как бы отдельные эквиваленты, а мы работаем со всем текстом и при этом смотрим на отдельные коммуникативные фрагменты, то зачастую нам важно не только понять, что означает то или иное, скажем, слово или фрагмент выражения на иностранном языке, но и принять во внимание, что подобрать на переводящем языке, что удачно друг с другом сочетается. Так, чтобы наш вариант не просто формально соответствовал по смыслу тексту оригинала, но и воспринимался как что-то естественное, не противоречащее узусу переводящего языка. Представим себе, что мы работаем над переводом статьи о роботах, о том, для чего они могут быть использованы и как они должны выглядеть. Здесь мы видим предложение. From our research, an objectoid can still create positive affinity and alleviate loneliness without needing to pretend to be human. Нас сейчас не интересует общий смысл этой статьи, нас интересует конкретно выражение alleviate loneliness. В принципе, понятно, что loneliness, скорее всего, мы передадим как одиночество, хотя, конечно, возможны варианты, но как передать слово alleviate, которое, в принципе, понятно, что означает снизить интенсивность чего-то негативного. Мы, конечно же, можем обратиться к двуязычному словарю и увидим вполне ожидаемые варианты облегчать, смягчать, смягчить, заглушаться, умиротворять, умиротвориться, утолять, сглаживать, заглушать. Но можно, в принципе, представить себе, что большинство из них со словом одиночество не особенно хорошо сочетаются. Смягчить, смягчать одиночество, заглушать одиночество, умиротворять одиночество, утолить, облегчать. Наверное, можно облегчить одиночество, но звучит как-то странно. Скрасить ничего, вариант, да, скрасить. Но скрасить одиночество, может быть, несколько эмоционально для этого контекста с роботами. Кроме того, мы можем подобрать какой-то вариант, но быть не полностью уверенными в том, насколько он удачен. Действительно ли так говорят? Действительно ли есть прецеденты в каких-то достойных источниках? Или это просто нам пришло в голову, а больше так никто не говорит? И как раз здесь, задумавшись над подобным фрагментом, переводчик может обратиться к национальному корпусу русского языка. Национальный корпус русского языка находится по адресу russcorpora.ru И вообще стоит действительно потратить некоторое время на этом сайте, чтобы и почитать о составе корпуса, и посмотреть о том, как пользоваться его различными функциями. Но сейчас просто продемонстрируем его возможности на ограниченном материале. Мы заходим по ссылке поиск в корпусе. И здесь мы видим два варианта поиска. Поиск точных форм, это верхнее поле. И лексико-грамматический поиск. Сразу надо сказать, что, как правило, нас будет интересовать лексико-грамматический поиск. Поиск точных форм, можете почитать о том, что это такое. Но там ищутся именно те формы, которые вы ввели. Если вы ввели форму одиночество, то он уже не найдет варианта, где сказано одиночество или одиночеству, например. И это может быть полезно. Но, как правило, нам нужно пользоваться лексико-грамматическим поиском, который как раз и позволяет в полной мере реализовать потенциал корпуса с разметкой и всей этой служебной информацией. Наша задача сейчас будет найти слово «одиночество» и посмотреть, с какими глаголами используется слово «одиночество», чтобы найти, не подойдет ли нам что-нибудь для передачи смысла «alleviate». Каждое серое поле здесь соответствует одному элементу поиска. То есть, сейчас нам нужно будет два элемента поиска – «одиночество» и некий глагол. Поэтому нам два этих серых поля достаточно. Вот одно, вот второе. Но если нам нужно найти сочетание из трех и более элементов, то нам просто необходимо будет нажать на стрелку и появится еще одно. Ну и так далее. Сейчас нам третье не нужно. Итак, первое наше слово «элемент поиска» – это «одиночество». Мы его вводим в это поле слова. Сюда что-либо вводить надо только в начальной форме. То есть, в именительном падеже для существительных, в неопределенной форме, в инфинитиве для глаголов и так далее. Поскольку это лексико-грамматический поиск, то все производные формы поисковой системы нам выдаст сама. Дальше. Мы не знаем, какой именно глагол нам нужен. Мы хотим посмотреть, а какие вообще бывают. Поскольку обычно, если у нас глагол с объектом употребляется в русском языке, объект стоит после глагола, то нас интересуют случаи, когда какой-то глагол стоит или непосредственно перед словом «одиночество», или, скажем, за одно-два слова от этого слова «одиночество». Поэтому здесь мы определяем расстояние. Расстояние нам показывает, на каком расстоянии то, что будет во втором сером поле, может находиться от того, что мы ввели в первое серое поле. Поскольку мы решили, что нам нужен глагол или сразу перед «одиночеством», или за одну-две позиции, то мы вводим расстояние от минус трех до минус одного. Что такое минус трех, минус одного? Вот это окошко, где написано сейчас минус три, задает величину левого контекста. Максимальное начало этого диапазона поиска. Справа – это максимальный конец диапазона поиска. По-моему, там допускается от минус пяти до плюс пяти искать. То есть, если мы вводим такой диапазон, минус обозначает то, что это все слева стоит от слова «одиночество». Если бы мы написали от минус трех до просто трех, то нам бы система показала глаголы, которые встречаются как в границах трех позиций слева от слова «одиночество», так и в границах трех позиций справа от слова «одиночество» в речевой цепочке. Но нас не интересуют случаи, когда глагол стоит после слова «одиночество». Нас интересуют случаи, когда глагол стоит перед ним. Поэтому мы ищем только то, что стоит до слова «одиночество». Минус первое означает сразу перед словом «одиночество». Позиция минус два – это за одно слово от слова «одиночество». Минус три – за два слова от «одиночества». Регулируя этот диапазон, мы можем сужать или расширять количество вариантов, которые нам выдает поисковик. Чем шире диапазон, тем больше примеров, но тем больше вероятность, что найдено будет нечто лишнее. И наоборот. Поэтому если вы поискали что-то с узким диапазоном, ничего не нашли, попробуйте диапазон расширить. Может быть вы не учли, что там могут быть какие-то другие слова между интересующими вас позициями. И теперь, что именно нас интересует в этом положении от минус трех до минус одного от слова одиночество? Нас интересует глагол. Мы не знаем какой, поэтому поле слова мы оставляем пустым, любое. А в поле грамматические признаки мы выбираем, вот у нас появляется таблица, мы выбираем часть речи, глагол. Нажимаем ОК. На самом деле можно было бы задать дополнительные параметры, но для простоты пока сделаем просто одиночество и некий глагол от минус трех до минус одного от слова одиночество. Нажимаем Искать. Перед нами результаты поиска, довольно много. Здесь мы видим источник, откуда взят тот или иной пример. Подсвечено то, что найдено по нашему запросу. Вот форма слова одиночества и две глагольные формы в этом диапазоне. И дополнительные всякие сведения. Поскольку нам сейчас нужно просто посмотреть на какие-то идеи, мы можем выбрать формат Quick, так называемый, чтобы видеть не весь такой широкий контекст, а просто интересующий нас подсвеченный фрагмент, центрированный на странице, так, чтобы глаз быстрее находил именно нужное нам. Кроме того, я бы выбрал выдавать не по 10 документов на странице, а скажем по 50, чтобы быстрее это все просматривать. И мы смотрим на то, что нам предложил корпус. Естественно, как уже я говорил, там будет много и лишнего, потому что далеко не всегда найденная в этом диапазоне глагольная форма это действительно глагол, согласованный с одиночеством, как с дополнением. Разумеется, могут быть и ошибки при разметке, может быть, мы чего-то не учли. Это совершенно нормально. Просто анализируем и смотрим, что-нибудь из этого подходит нам или нет. Давайте посмотрим. Избавиться от одиночества, например, неплохой вариант, почему бы и нет. Другой вопрос, что alleviate, это не совсем избавиться, это как бы снизить градус. Но в каком-то контексте нам и избавиться подойдет. Что еще? Вот последний пример на странице. Мы видим вариант «Они заполнили одиночество». Как мы видим, это из произведения Солженицына «Матрёнин двор». Заполнить одиночество, ну такое слово «заполнить» ни один словарь не выдаст значение для alleviate. При этом, почему бы и нет, роботы помогают человеку заполнить одиночество. Это интересный вариант, сочетаемость здесь не нарушена. Мы вполне можем его рассмотреть в качестве рабочего. Ну и кроме того, авторитет Солженицына тоже о многом говорит. Разумеется, стоит прокрутить и дальше, посмотреть, что на второй, на третьей страницах. Просто у нас сейчас нет времени. Можно посмотреть, насколько часто встречается тот или иной вариант. Но, безусловно, здесь уже у нас важная, полезная база данных, которая показывает нам, как самые разные носители русского языка выражали мысли, связанные в данном случае с одиночеством. И это позволит нам найти гораздо более интересные и естественные для русского языка варианты, чем просто просмотр двуязычных словарей. И не всё мы можем сами вытащить из своей памяти. Иногда просто что-то в голову не приходит. Раз, раз. Перевод жив. Это лишь один из примеров того, для чего переводчик может использовать корпус текстов. В других видео мы поговорим о других функциях, которые есть у разных корпусов текстов, и о других задачах, которые можно решать с их помощью. Пока что спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...